Песни, они пишутся как-то вместе с музыкой, как правило, и я их почему-то не забываю, ну или очень редко когда забываю. А стихи, они вот именно и рождаются как стихи, и я их вот записываю, и как-то, если не звучу перед концертом, то я их не помню, поэтому я, наверное, больше не буду читать стихи. Сыграем песенку, она называется «Зимняя танга». Бэкграунд этой песенки такой. Это был 2000 год, рубеж 2000-2001. Это был декабрь 2000 года. И тогда я как раз летом, первый раз, у меня случилось очень много таких удивительных событий в жизни. В журнале «Дружба народов» были опубликованы мои записки уличного музыканта, «Республика Арбат» в августовском номере. А потом в сентябре Володя Розенов организовал поездку на Костомушу на фестиваль. И это был я первый раз, как бы, почувствовал себя артистом. Приглашенным, оплаченным, там, дорогу оплатили, поселили в коттеджах на берегу очень красивого озера. Хорошая компания очень была, я тогда с Гришей Донским познакомился, хорошо пообщались. Вообще, как-то все было волшебно. Потом я вернулся в Москву на работу. И опять меня вот это все затянуло, да, то, что нас затягивает каждый день. И песенка называется «Симняя танка». Сумерки с утра, Сумерки с утра, Обморок метро, Вынырнишь, а там, Там уже светло. И снова целый день дела, И телефонный звон вокруг. Сотрудниц модных тела, Компьютер самый лучший друг. И новостей из интернета, Неистащимая игла, Чай и кофе, День рождения чьи-то Симние дела. Шесть часов подъем, Вечер у ворот, До метро пешком, Троллейбусом метро. И телевизор, как суда, Весь вечер слезы крокодили. Опять разбились поезда, И затонули корабли. А за окошком встанет Снег, На землю падать без забот, И снова кончится Какой-то век. Двадцатый, кажется, по счету. Двадцатый, кажется, по счету. Вот поэтому зимняя танго. Следующая песня суровая И непонятная. Акваланги Дон Кихота. Зачем Дон Кихота Акваланги спрашивается? В этой песне я попытаюсь Дать ответ. Сложный вопрос. На самом деле, Песенка совсем не шуточная, Она экзистенциальная такая. Однажды я задался таким вопросом, А до сих пор не знаю на него ответ. Не вечно думать о вечности, Выходит наружу, желанием идти с поверхности, Вернуть кружу. Легкие больше воздуха, в сердце побольше отваги. Но времени тонкий ход, где твои акваланги? Но времени тонкий ход, где твои акваланги? Личко думать о вечном, опасное дело. Станешь, как ветер, беспечным, можешь отстаться без дела. Если еще не поздно, не прельщайся мечтами, Не осуждай о звездах, не говори стихами. Не осуждай о звездах, и, главное, не говори стихами. Открывайся под ваги, косинантовой рыси. Не доверяй бумаге сокровенные мысли. Выдав с тебя с потрохами, бросит лежать бесхозным. Если еще не поздно, не говори стихами. Если еще не поздно, не говори стихами. Но времени тонкий ход, прихвати акваланги. Но времени тонкий ход, не забудь акваланги. Еще песенок? Ну, коротенько. Сейчас. Так что, мы сапонированы. А, ну так про осень, да? Может, про осень? На осень. Угу. А, ну так про осень. А, ну так про осень. Пусть осень на землю спустилась опять Дождями, дождями, дождями А после зима недолго лежать Засыплет снегами Играй, моя скрипка И горя не знай, ищи, ищейка Потерянный рай, веди, как тропинка В теплый наш мой играй, моя скрипка Играй Я слышу прёки, доносятся вновь Что я безнадёжный романтик Я знаю, есть боль, есть горе, ищи, ищейка И всё-таки Знаете, играй, моя скрипка И горя не знай, ищи, ищейка Потерянный рай, веди, как тропинка В теплый наш мой играй, моя скрипка Играй Когда стоит снег И наступит апрель Откроются двери в лето Нас снова закружат Там, как русель Мелодии, тепла И света Играй, моя скрипка И горя не знай, ищи, ищейка Потерянный рай, веди, как тропинка В теплый наш мой играй, мы скрипка Играй АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Он, когда я любил, играл, переходит под землю А, нет, сначала я что-то там играл И ко мне подсаживается такой мужик На Тверской И руки, как лап падает Говорит, ну и что ты здесь подбираешься? Я там из чехла Играет, подбираюсь, я работаю Он говорит, вот, посмотрели Вот я работаю А ты подбираешься И меня это заело И я вот сыграл ему пару песен В том числе этого Вот так я его смотрел так Протягиваю мне свою ручише Молодец, мужик И стал после этого ходить с шапкой Ну, мужик же жрать надо, да? Все прохожие начали тормозить Ну ладно, концерт продолжается АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Алексей Вородин Он намекнул, что Всегда важны материальные взносы Так что всем большое спасибо Кто-то пришел и заплатил Потому что, ну, мы То есть я, например, хотел найти площадку В будничный день И вот, к сожалению, сейчас Особого выбора не было Поэтому мы вот здесь оказались Ну, спасибо, это место Вот, но оно несколько для нас Обычно мы сейчас делаем Со свободным ходом Но поэтому большое спасибо всем У кого есть возможность Продержать материалы Сейчас Алексей Вородин Спасибо У нас еще будет второй круг Вот, напомню, первый блок У нас на тему такое Вольное сочинение Жизнь и песня Сейчас Юби Тюник Приглашается Юля приглашается Приглашается Вот, то есть я напомню Что у нас будет еще второй блок Там как-то Опять же, это такое Вольное сочинение Да, на себе Пробуем, пробуем Как и насколько это Интересно Интересно Еще хочу сказать Что каждый автор Который сюда вступает Ну, для меня лично Несомненно Это уже состоявшаяся Творческая личность Поэтому я считаю Ну, опять же Про себя не буду Опять же, не скромно Но просто у каждого Есть неповторимая почта Да, обычно Все Когда что-то новое слышат Непременно Надо сравнить с кем-то Вот Для меня показатель Того Насколько уже человек Такая состоявшаяся личность Что уже под него Начинают сравнивать с ним Вот, поэтому Я считаю, что уже Там Если кто-то новый Прикроет Я могу уже сравнивать С ним Воронином С Витюником Там Кого она там Косит Косит На кого-то похожее Ну, то есть Для меня это уже точно Явно Творческие единицы Очень мощные Творческие единицы Поэтому я считаю Что интересно И послушать Как они поют И интересно Послушать то, что они говорят Но, опять же У каждого автора Есть выбор Поэтому То, что вы сейчас Вы делаете Элитюников 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 Это какие-то Элитюников Привет всем Раз-раз Раз-раз Вот Привет Я вас не вижу Очень смотно вижу Вот На самом деле Такой С душевным Разговором Хотя бы Он располагает К тому Чтобы хотя бы Частично Видеть Лиц Отсобравшихся Ну, я первые ряды Все-таки вижу Я первые ряды Пошло Да Остается Я могу начать С разговора Или с песни Я просто думаю Может диалог Как Как хочешь Да Мне Не ближе Диалог И общение В этом плане Поэтому Если у вас есть Какие-то вопросы Позадавайте Вообще Ну Касающиеся Меня Не касающиеся Меня Абсолютно Не важно Общие вопросы Частные Я рада Буду На них Ответить Вопросов Нету Ну Раз нету Я Все-таки Скажу Что Про песни Во встрече По-моему Был такой момент Был вообще Была задана Такая тема Как Рождается Песня Вот Я не знаю Говорили ли Об этом Предыдущие Участники Я к сожалению Только Лешу Вару И успела Послушать Вот Ну Недавно Я Я часто Хожу Вконтакте На страничку Сергея Селюнина Кто знает Или Бессмертная Группа Выход Вот Наверное Знатоки Русского Рока Не надо Объяснять Что это За фигура И он Очень Хорошо Сравнил Вообще Процесс Написания Песен С Словлей Бабочек Он Говорит Приходишь На полянку И видишь Бабочку Ее берешь Сачком Накрываешь Допустим Не накрыла Значит Следующий раз Накроешь А бывает Приходишь Полянка Пустая И тогда Как бы ты Не пыжился Не тужился Ты В общем Все что напишешь Это полная ерунда И самое печальное Что ты сам Это прекрасно Понимаешь Вот Я Я потом Пришла к нему На страницу И написала Что Да Причем Иногда бывает Так что Вот приходишь Ты на поляну И видишь Там одни Крапивницы Летают А нужен Ты например Махаонов Любишь И ты ждешь Всю жизнь Своего Махаона Ну и там Всякое такое Всякие Такие Темы Развивались Подобного Рода Вот В общем Я Абсолютно Мне в этом плане Нечего Добавить Единственное Я про себя могу Сказать Что у меня есть Песня А есть Не песни Есть То что Там Можно назвать Не знаю Вокально Музыкально Текстовыми Композициями Но они Точно Никак Песнями Не являются А есть Вполне Себе Песни Наверное На этом Спою Все-таки Песню Музыкально Песня Пускай Течет По дорогам Дымным Жизнь моя Запечатлевшая Неуловимый Образ Низдешнего края. Пускай плывет От луков, с которых И мысто, где ранних дней восторг, Где жала первых уз Свою дань собирая. Пускай сойдет Тот период, который прервалась веков череда, И время напомнит, что здесь бренно, Ну а что навсегда, навсегда. Пускай плывет По дорогам торным Жизнь моя Запечатлевшая Неуловимый образ Ушедшего Рая. Пускай плывет От высот, с которых Горний дух и знал Где страшный в ней обвал И сброшенный взвал Он видел Им край Когда Зайдет Тот период, который прервалась веков Череда И время Напомнит, что здесь бренно, Ну а что Навсегда Навсегда Тот период, который прервался веков череда, И время Пускай плывет Пускай плывет По дорогам дивным Жизнь моя Запечатлевшая Нерукотворный образ Пресветлого Тот период, который прервался веков череда, Аплодисменты Тот период, который прервался веков череда, Гагарин жив Пусть говорят нам, что он якобы разбился, Не верьте Гагарин жив Пусть знают все, что в момент он превратился Врут, что его крылатый миг Маневр не выдержал, из штопора не вышел Сочинили это все по спецзаказу главной крыши Эксперты не спешат Вскрывать архив Гагарин жив Но он не вынес лжив Он предпочел облышку леса Он сыт по горло Той ролью шубил АКПСС И он подался в дальний скид Ушел отшельником в леса И иногда мотор шумит И раздаются голоса И в деревнях его встречают В любом шлеве Даже в наше время Субтитры создавал DimaTorzok Гагарин жив Ведь он из тех, кто слышит голос чуду в небля Гагарин жив Он полз на локтях, нюхал траву, ел горстями землю Гагарин жив И снова каждую сну Все полыхает и ревет Перед глазами все кружит Его горящий самолет И проявляется на мир в тумане Сыбкой его улыбка Гагарин жив Гагарин жив Гагарин жив Гагарин жив Гагарин жив Там, интересно Текст был написан В 2011 году Искорь А музыка В 2012 И когда я написала текст У меня эта песня какое-то время лежала И я вообще не знала Стоит ее Делать из нее песню Потому что Мне непонятно Я не верила в то Что может получиться что-нибудь стоящее А потом, когда я уже написала музыку Я думаю Надо же, получилась песня Которая бы, наверное, подошлась петь не мне А Свете Чапуриной Из группы Дочь Монро и Кеннеди Если кто не знает Кто этого Рекомендую послушать И даже потом речь шла о том Чтобы она ее спела Ну, как-то это слилось Все К сожалению Вот Ну, в общем, песня Она как-то зажила После этого Совершенно своей жизнью И я Я сперва Ну, это совершенно Как бы Не совсем Ну, не совсем мой стиль Вот Однако Вот я стала ее петь И пою В общем, с удовольствием Да, еще для меня Вообще редкость Когда я пишу Сперва текст Потом музыку Потому что Обычно пишется Либо одновременно Либо музыка Все-таки Вначале пишется А тут Как-то так написалось Текст Написался Наверное Может быть Была фразочка Первая музыкальная Гагарин жив Все остальное Все остальное Уже как-то родилось В процессе Написания Уже Да, я писала Гагарин Можно спросить Да, конечно То есть песня Я, может быть, перевору слово Завораживает Незвежный пост Уступил В ней А, да Да Она мне очень нравится Ее много раз слышал Но она Совершенно неприступна Да То есть Вот Можешь ли ты ее спеть Или если не спеть Хотя бы что-то о ней сказать Когда она рождалась Не в том смысле Что-то имел В любви А как-то Что-нибудь Хотя бы А неприступно В каком плане Я не понимаю Мне очень нравится Но я ничего не понимаю Я вот думаю А как это Может нравиться И это Не понимаю У меня тоже Такое бывает Я сама что-нибудь Напишу Мне жутко нравится Но я тоже Нечли Неприступно Неприступно Рациональный Неприступно Да Я не считаю Что-то плохо Я тоже Вот хочу Сказать У меня есть Как бы такое Лечение Писать подобные песни При том что Я в общем-то За то Чтобы в песне Все всегда было понятно Желательно С первого раза То есть Для меня песня То есть Непонятные слова Они песню Ослабляют Усиливают Вот Но однако же Я иногда Очень люблю писать Нечто Наверное Вполне ясное Вот Опять-таки Почему Я не знаю То есть Есть какой-то Ну не знаю Можно это сказать Архетип песни Который Вот диктует Именно Такое стильное Писание Вот Напишешь Что-нибудь Более понятное И понимаешь Не то Не работает То есть Какая-то Какая-то Лексика Из Не знаю Ну вот Как вот Я не знаю Может быть Не совсем Уместное Сравнение Но вот Есть Молитва На церковно-славянском языке Попробуй перевести По-русски На русский язык И Получится Что-то Совершенно Не то Смысл Сразу Теряется Вот Я не знаю Почему Так Происходит Но Есть Какая-то В этом Мистика Есть Мистика Языка То есть Есть Какие-то Вещи Которые Вот Более Простым Языком Они В принципе Непередаваемы Более того Даже Если Попытаться Сказать Более Простым Языком Они Понятнее От этого Не станут Ну Загадка Такая Не хочу Никак Это Сравнывать Со Своими Песнями Боже Спасибо Но Бывают Такие Странные Случа Я Спою Эту Песню Да Ясно Стук О солнце Восток Дар С просонья Глоток От начала Иль конца Не венит Ничто И мне Он кто Извне Источает То Что Завораживает Особым Виденьем По ступеней Завораживает